Вечерняя беседа 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 сказать большие расстояния между домами наоборот земля очень дорогая участки относительно небольшие скажем участок в 10 соток это уже очень приличный участок на большей части вот это место конечно есть если посмотреть там где-нибудь в нью-джорси там или в техасе может там не знаю где там большие большие конечно расстояние намного больше между домами но вот мы оказались в такой ситуации мы прошли это все и я хочу сказать что мы как раз получаем очень большое удовольствие от этого то что называется privacy да то что ты отдельно независимо то есть в какой-то момент ты ценишь то что вот плотно а в другой момент и начинаешь ценить насколько это хорошо когда не плотно когда ты сам по себе когда ну конечно ты можешь там подъехать на машинке но ты же не сравниваешь вот это подъехать на машинке с тем что можно было бы пойти пешком ты сравниваешь это только как тебе перегрузился из одной обстановке в другую и ты вот в этот момент перегрузки ты сравниваешь то что было до это что было после а когда тебе сравнивать не с чем тут и совершенно спокойно вот так и живешь и что касается прогулки у нас тоже например на нашей улице есть тротуар нет я не знаю на нашем блоке не на нашем наш квартале нет тротуара вот там где мы живем но вокруг там кое где есть тротуар мы когда будем гулять а мы будем гулять что тут все асфальтированное и так и на раз идешь по проезжей части вечерком мы идем там никого нет если машина едет мы немножко так сторону забираем чтобы не мешать у нас гуляют люди по проезжей части мы как-то жили тут неподалеку но на холмах и там гулять еще было так вверх-вниз то есть мало того что по шоссе там гуляешь такой маленький но так еще и вверх-вниз вверх-вниз в общем-то я не могу сказать что как-то это нас напрягает на свет скажи вот там нам тяжело это как-то или я немножко начну сначала давай сначала вы действительно когда приехали из москвы первое ощущение было довольно таки странное от сан-франциско потому что здесь такой веселый игрушечный городок но тем не менее жизнь в этом городке конечно уровень суеты заметно меньше был чем в москве да но это все-таки был город и там можно было первое время нас и машинка не было можно было пешком дойти до магазина то есть как бы ритм жизни не так сильно изменился и в общем-то как бы мы остались привычными вот своему вот ритму жизни в урбанизированном пространстве квартире и так далее когда мы приехали в бояре мы очень сильно не хотели жить в отдельном доме и мы сняли именно квартиру именно с вот этой же самой целью к то есть меня очень понятны ваши ощущения потому что мы боялись как-то отдельный дом как мы не хотели покупать дом боже да и мы хотели вот именно в квартире причем квартире вот такого городского типа вот одноэтажная нами америка на хотя и одноэтажная но там где люди снимают жилье такое многоквартирное да то этот дом в принципе вполне цивилизованные мы у нас лифт был в этом доме три больше подземный паркинг так он не все цивилизованно то есть эта жизнь в нормальной городской квартире естественно там есть тротуары светофор и так далее закрытый паркинг заезжаешь паркинг за гараж закрывается тогда и сколько-то лет мы прожили в этой квартире и стали ощущать тесноту то дело же в том что человек он постепенно меняется да то есть вначале нам было страшно даже думать об отдельном доме а пожив сколько-то лет в квартире мы вдруг почувствуешь нам именно хочется вот и мы нам захотелось уже пожить в отдельном доме и с тех пор как мы переехали в дом действительно меняется мир ощущения потихоньку когда у тебя есть дом у тебя есть дворик на котором можно там мясо поджарить с гостями посидеть и так далее и так далее поэтому с детками с детками с внуками мы жили и на маленьких участках относительно маленьких и на большом участке у нас был акр мы пришли к выводу что как бы там где большие участки это действительно немножко ощущение заброшенности то есть поскольку участки большие тут до ближайшего магазина получается что нужно ехать но тем не менее здесь все таки так решено все что это не далеко нужно ехать это это все в общем то более менее близко но когда участки соизмеримы там 10 соток 6 соток это это небольшое расстояние в принципе сейчас от мы живем я не могу нарадоваться у нас настолько близко все эти магазины что там конечно на машине на их обижаешься магазин там пределы 10 минут до любого может доехать что касается прогулок то у нас практикуется дело в том что вот в россии когда мы гуляли это мы не гуляли гуляли а мы шли по дороге в какой-то магазин а здесь люди просто гуляют и поскольку у всех сады и поскольку у всех все цветет тут и выйти из дома оказываешься практически уже прямо в парке окажется кроме того вот от нашего дома в пешем ходу находится парк которым есть теннисные курты в котором есть футбольная площадка в котором есть там местах гетки площадки гулять и так далее это можно пешком собачка люди собачками собаками даже просто ходить по улице где все плохо ухает и цветет а у нас все пахнет в общем-то вот и цветет потому что климат в общем-то такой вот приятно очень то это приятно ухоженные дворики всюду постриженная травка то есть как бы не нужно никуда ходить ни в какой парк прям вышел из дыбы по жопу ли у нас проблема другая что если ты днем идешь то жарко может быть очень и солнце печет в маковке нужно либо поздно вечером да мы ходили вот после работы даже темно либо рано утром чтобы было не жарко но все эти вопросы понятны и к ним привыкаешь постепенно принципе считается что человек адаптируется и к климату и вот стилю скажем проживание течение первых вечерин уже через пять лет более быстрее слезы но климата пять лет занимает большая разница вот человек меняется ему начинают нравятся совершенно другие вещи если я могла подумать 20 лет назад что мне будет доставлять удовольствие строить дом да и никогда в жизни мы боялись что покупать первый дом потому что думали ой там крыша меньше я представлял себя что я по лестнице лезу на крышу и мне становилось жутко я не знал зачем лезть на крышу я понимал что у тебя есть дом тебе надо периодически вас на крышу так же оказалось не заставляет туда лазать мужа как бы люди и такие уже не чтобы туда лазать на крышу нашел торги находятся до находятся работники которые лезут на крышу делать то что нужно делать поэтому среда бытие определяет сознание и отношение к отдельному дому становится гораздо лучше потому что действительно не никто на головы не топает у тебя и собаки и не лают у нас вот когда мы жили в квартире многоэтажном доме сверху жила собака и каждый раз когда она бегала там огромный пёс был такой бум-бум-бум по голове так мало того кто-то мимо двери идет по коридоре собака начинает лаять я помню что когда мы жили в этой квартире мы же мы купили квартиру сначала снимали потом купили бы так радовались что у нас есть квартирка а вот а у нас были друзья которые собирали деньги на дом они копили они себя отказывали в этом и в том и в общем и мы думаем боже какие странные люди ведь можно жить в квартире как же как же это вот в доме тоже и кожи зачем они из москвы тоже они ну здесь давай счет здесь дома это же мы сейчас уже привыкли у нас было ощущение что это не дома шалаш потому что вот эти дома как наш дом все собственно когда построен сорок девятом году он сделан всего и там два слоя всего там снаружи находится отделка под ней находится фанера и внутренней стороны шитро там нет даже изоляции старой части дома и конечно этот дом с нашей точки зрения такой советской что дом это бетонные блоки такие серьезные кирпич на это был не дом оказалось ну так вот ветер посильнее по коробкам несет как домик них не фанатного несет его на фиг и все было ощущение какой-то нестабильности в этом но постепенно привыкаешь видите что никуда его не сносит и даже в щели не дует и климат у нас теплый а если там еще изоляцию положить такая вообще красота привыкаешь и понимаешь что в доме есть своя прелесть хочется жить в доме а не в квартире то есть я просуммировав то что светлана сказала я хочу сказать что действительно вопрос нам очень близок потому что мы прошли через все эти переживания сначала вы переживали как же мы будем потом может предмета так руками щупали двое боже как же в этом можно жить как же можно жить вот так а где же погулять там и мы абсолютно все это прошли а еще есть места где например вот скажем город лос-алтос там фонари есть ночь ночью светится но только на перекрестках вот там дам на стен не на все ну практически на все вот на перекрестке а если ты вот идешь по улице и там нет рядом вот перекрестка вот такой прям рядом так темно и думаешь как же ты гуляешь вот там зимой там скажем 7 8 часов вечера уже темнотища глаз выкали там где-то там далеко фонарь и людей как же так как же так можно жить а люди которые там живут говорят господи слава богу да тут нет этих фонарей они не светят нам в глаза знаете вот ты живешь своем доме и вот чем дороже этот дом тем меньше ты хочешь чтобы на улице был фонарь который здесь видит глаза вот так интересно устроен поэтому нет на самом деле когда проезжаешь вот действительно этот лос-алтос мы почему боялись когда проезжаешь через город и в городе нет фонарей а машина фарами светит ощущение кромешной тьмы а когда идешь гулять без машины то у кого-то светит перед домом фонарь глаза привыкают в темноте у нас ведь и совершенно не хочется выходить на большие улицы ну там может быть проедет одна машина в час и все и все пустынно и опять же пахнет невероятно жасмином а все да у всех ухоженные полисаднички все пострижено все красиво замечательные ароматы всюду невероятно хочется нам нужно было пересекать на маршрут такой на 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 час мы ходили и нам нужно пересекать большую дорогу так нам не хотелось выходить на эту большой дорогу где фонари где как-то вот уже очень индустриально да а вот хотелось находиться внутри вот в этом парке больше того мы когда жили в этом доме трехэтажного маунтингю он стоял прямо на границе с мусалтас вот надо было перейти большую улицу каминарил вот по которой я на работу каждый день езжу вы ее знаете и надо было перейти тогда мы уходили в лос-салтас и там гуляли и там было тихонько маунтингю там гораздо больше плотность населения и вот мы узнали и полюбили лос-салтас от того что мы просто ходили там гулять живя в маунтингю мы бы никогда в голову там нам не пришло там что-то покупать там дом какой-то переселяться но вот мы полюбили вот это вот то что вы говорите с ужасом как же там жить вот ну вот что касается всевозможных там вот пойти вечером поесть вот я щас мы сейчас едем я смотрю вот этот ресторан уже закрыт справа сейчас полночь сейчас ровно полночь вот мы проезжали там был открыт макдональдс и наверно открыт круглосуточный сейфлей где можно там какие-то кто в полночь ходит ресторан но вот вопрос был задан так если с тебя вечером чего-то приспичит так вот давай вспомним москву где мы с тобой жили да вот представь себе вот мы живем вот там в москве там на 2 синичкина или там на энергетическое в лефортово вот куда-то можно было пешком дойти в ресторан это я даже представить не могу нет здесь ресторан то чем пешком ходить это еще до ресторана дойдешь пешком обратно уже тяжело нет ресторан надо ехать конечно но на машине доехать никуда это все близко очень в городе тут еще есть момент я хочу сказать что здесь люди покупки когда делают ну слишком так закупаются провиантом они закупаются сразу на неделю и когда вы смотрите вот рекламу магазинов таких супермаркетов больших которые рассылаются и почтовые ящики бросаются и так далее там говорят вот на этой неделе вот такие цены чтобы человек пришел и на неделю вот там у них закупился закупаться на неделю ты не пойдешь там с кошелкой или или сеточкой ты едешь на машине значит берешь телегу набираешь полную телегу разгружаешь ее в багажник приезжаешь домой значит там вытаскиваешь из багажника и так далее я вас уверяю что вытаскивать из багажника там полного гораздо удобнее в собственном доме когда ты в гараж заехал чем например ну я не знаю там много квартирном доме нам приходилось брать телегу такую из магазина перегружать через машину в эту телегу телегу же на лифте поднимать это ты про америку говорю я я бы вспомни как вот раньше мы жили и поэтому я что хочу сказать что покупки делать пешком не получается то есть никакой возможности вы будете в день там по три раза в магазин ходить поэтому один раз неделю поехал вы естественно машине поехал сколько нужно было два магазина заехал два магазина нужно было ты не заехал три а то можно и в одном вполне можно заехать в один где найдется один магазин куда можно заехать и все купить если вы хотите разнообразить чего-то вот овощи фрукты вы там берете а мясо вы вот вот тут берете там а может все остальное там еще где-то берете тогда вы садитесь на машинку такой шопинг это американцы очень любят очень любимое занятие люди любят ходить на шопинг ездить на шопинг вот так такой образ жизни вот мы ехали ехали приехали и вот и голос электронный говорит мы прибыли туда куда ехали так что спасибо за внимание и я бы сказал так завершая свет не так страшен черт как его молю наоборот и еще будете удовольствие получать хотя действительно когда ты думаешь об и слышишь об этом ты думаешь что не ужели вот это может нравиться очень 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 может нравиться мы например не сажаем ничего мы не небольшие люди а у нас есть знакомые которые специально делать грядки там что-то высаживать помидорчик ты можете представить это сегодня мне подарили два горшка один цвет цветком вот этот вот айс плент вот этот вот уже с цветочками а второй мне подали какой-то красивый цветок похожий даже я не знаю на что но безумно красивый вот пришли я я думаю кому же отдать то потому что не будет же мы сами высаживать хотя вроде есть где так что друзья да клубничку люди высаживают из такие любители они сами клубник сажают или там мы обычно дальше лимончика под коньячок мы ничего не высаживаем мы такие не садоводы городские люди счастливо и пусть вас не пугает адаптация трудности такого плана до такого плана трудности вы очень хорошо переживете и будете потом вспоминать как как же вообще жили в многоквартирном доме счастливо